Всем привет, друзья! Меня зовут Безверхая Татьяна, я директор студии дизайна ТБ Дизайн и онлайн школа дизайнеров ТБ Эдюкейшн. Обязательно досмотрите это видео до конца, если вы хотите, чтобы ваша вторая половинка вас чаще радовала, а я, кстати, говорю не о том, о чем вы подумали, а о готовке вкусной еды и о проектировании классных кухонь. И сегодня мы поговорим о девяти правилах, которые позволят вам сделать кухню вашей мечты. В этом видео я дам вам максимально четкие инструкции и покажу очень много картинок. Кстати, если вы еще не видели, на канале уже есть ролик про топ-9 ошибок в дизайне и ремонте кухни. Можете посмотреть его вот тут и по ссылочке в описании к ролику. А пока готовьтесь к супер полезному контенту, нажимайте на кнопочку подписаться и погнали. Выбор планировки кухни. Базово у кухонь существует четыре вида планировок. Это линейная кухня, угловая кухня, п-образная кухня или кухня с островом. Иногда еще выделяют кухню с полуостровом, но, по сути, это когда остров присоединен одной из боковин либо к боковой части кухни, либо непосредственно к стене. И если вы проектируете свою кухню самостоятельно, то нужно максимально грамотно продумать, как будет расположен гарнитур. И не пытаться сразу поставить тут плиту, раковину в холодильник, а подумать именно, как она будет стоять в целом относительно пространства вашего помещения. Например, если у вас какая-то вытянутая есть стена и есть возможность поставить остров, то вы можете сделать линейную кухню с островом. Если у вас небольшое помещение, но его можно как бы со всех сторон обстроить шкафами, то логично сделать п-образную кухню. Если комнатка совсем маленькая, то, разумеется, делаем угловую. И это первое, о чем стоит задуматься. Ну и, разумеется, когда мы думаем про расположение кухни, нельзя забывать про обеденную зону. Честно, я, как дизайнер интерьеров, ну и вообще, как человек, который видел очень много разных квартир и домов, я не люблю, когда обеденная зона расположена внутри самой кухни, потому что, как бы, есть зона готовки, а есть зона принятия пищи. И, на мой взгляд, в кухне лучше сделать какую-то компактную барную стойку, за которой можно как бокальчик вина выпить, так, например, и кофе с утра и по-быстрому перекусить. А вот уже непосредственно обеденную часть вынести в другое помещение. Но я понимаю, что на малогабаритном жилье так сделать нельзя. Поэтому обязательно первым делом мы думаем, как встанет сам гарнитур и где будет располагаться обеденная зона. Правила рабочего треугольника. Рабочий треугольник, как я уже рассказала в предыдущем ролике, это треугольник, который образует маршрут между раковиной, варочной поверхностью и холодильником. В данном случае в 21 веке, конечно, еще и духовым шкафом. Подробнее о нем я рассказывала в предыдущем ролике, а сейчас я хочу показать, как по-разному этот рабочий треугольник может выглядеть при разной планировке кухни. В случае с линейной кухней важнее всего соблюсти пропорции, чтобы между холодильником, мойкой и плитой было расстояние, была столешница, на которую можно поставить кастрюлю, сковородку или что-нибудь нарезать. В случае с угловой кухней один из предметов всегда должен располагаться в углу, а остальные два на более длинной стороне треугольника. И между ними тоже важно соблюсти расстояние пустой столешницы. В случае с P-образной кухней, естественно, будет оптимально расположить по одному из основных приборов на каждой из сторон. Тогда треугольник будет практически равносторонним, и для человека, который готовит, это суперкомфортно. Ну а островная кухня это самый крутой и выгодный вариант. Обычно это большие кухни, и максимально удобно расположить, например, по центру на острове варочную поверхность с островной вытяжкой с красивой, а сзади расположить уже холодильник, мойку и все остальные гаджеты. Выбор дизайна кухонного гарнитура. Ловите топ-5 трендовых и актуальных особенностей современных кухонных гарнитур. Первое – это гарнитуры в стиле лаконичный минималист. Это гладкие ровные фасады в матовом МДФ, это может быть МДФ покрытие софт-тач или стекло, или шпон, но это нечто максимально лаконичное, без каких-либо филенок, со скрытыми ручками или на пуш-открывании. Даже в суперклассике, в классических интерьерах сейчас модно, и в принципе это круто действительно выглядит, ставить лаконичные кухни на контрасте к окружающей отделке. Второй тренд – это так называемая скрытая кухня. Существует несколько разновидностей механизмов, которыми можно буквально закрыть полностью кухню, когда она не используется. И вы открываете это все, вы работаете на кухне, что-то готовите, потом берете, закрываете, и кухни вообще не видно. Буквально года 3-4 назад такими механизмами могли похвастаться только самые премиальные кухни, это итальянцы, это волькучины, полиформы и так далее. Сейчас даже у российских фабрик уже есть такая возможность. И это действительно классно, если вы не хотите, чтобы, например, в квартире студии у вас бесконечно был виден где-нибудь за спиной кухонный кран. Грамотное освещение. Запомните, друзья, на кухне должно быть 3 уровня освещения. Первое – это общее фоновое. Это могут быть какие-то потолочные светильники, встроенные светильники. Это нечто, что дает равномерный, достаточно яркий нейтральный белый свет по всему помещению. Второй уровень освещения, который обязателен на любой кухне, это то, что бьет непосредственно на рабочую поверхность. И, включив этот светильник, вам видно все, что вы делаете. Это может быть подсветка под верхними кухонными шкафами. Если верхних шкафов нет, то это может быть какой-то направленный светильник или светильники, которые светят прямо на столешницу. Но этот уровень освещения обязательно должен быть. Ну и третье – это некие зональные светильники. Например, если у вас есть барная стойка или стол на кухне, то и можно красиво выделить люстрой, либо комбинацией из нескольких подвесных светильников. Размещение розеток. Ловите гайд по размещению розеток. И самое его главное правило – розеток должно быть больше, чем планируемых потребителей. Учтите, что в кухонном цоколе должны быть расположены розетки под все бытовые приборы, которые вы хотели бы иметь. Это микроволновка, духовка, всякие, может быть, гаджеты, встроенные в столешницу, например, фритюрница или грильница, посудомоечная машина. Знайте, что под силовые электрические приборы, например, под варочные поверхности, нужны отдельные силовые розетки. Ваш строитель точно знает, что это. Это розетка, к которой подходит провод намного большего сечения, который позволяет мощному электрическому прибору безопасно работать. Если вы планируете разместить под мойки фильтр, измельчитель или что-то еще, лучше вывести туда 2-3 розетки. Не прям под сифон, конечно, но чтобы вот в ящике, который находится у вас под мойкой, когда вы открываете дверку, в нормальном доступе было как минимум розетки 2. Ну и, разумеется, розеток на столешнице должно быть как можно больше. И нельзя их располагать над плитой и над раковиной, но во всех остальных местах делайте их сколько вашей душе угодно. И учтите, если у вас много всяких мультиварок, тостеров и чайников, то розеток должно быть на 2-3 позиции больше, чем ваши гаджеты. В мире кухонной фурнитуры существует огромное количество всяких устройств и механизмов, которые призваны облегчать людям жизнь, систематизировать хранение на кухне и быть удобными. И первое, что приходит на ум, это, конечно, волшебные уголки. У вас когда P-образная кухня, чтобы вот этот вот угол оставался используемым, есть система так называемого волшебного уголка, когда вы тянете за дверцу, она открывается и содержимое буквально выезжает вам навстречу. Также, разумеется, это всякого вида выкатные корзины. Они могут быть узкими бутылочницами, они могут быть более широкими под соусы, даже под тарелки, под чашки, подо все что угодно. Любые выкатные механизмы, ящики и корзины намного удобнее, чем просто полки. Существенно облегчают жизнь хозяевам и выезжающие мусорки, когда тебе не нужно наклоняться, чтобы засунуть мусор в помойку. Ты открываешь дверку, которая находится у тебя под раковиной, и твоя помойка выезжает тебе навстречу и гостеприимно открывает свою крышку. Поверьте, это очень удобно. По желанию можно оснастить свою кухню дополнительными выкатными секциями столешницы, например. Или, если мы говорим про премиальные кухни, у которых есть остров, то в острова встраивается куча всяких классных штук. Например, вы можете нажать, и выезжает большая секция, где может храниться вино и бокалы, либо специи, либо другие вспомогательные элементы. Ну, например, если у вас на этом же острове расположена варочная поверхность. Во всех закрытых кухонных секциях обязательно делайте освещение, чтобы когда вы открываете дверки, содержимое светилось изнутри. Это тоже очень удобно. И в целом, друзья, все вот эти вот вспомогательные элементы, выезжающие, выкатывающиеся и так далее, никогда не будут лишними на вашей кухне. Потому что это действительно куда удобнее, чем просто полки и столешница. Качественная столешница. Давайте вкратце разберем все материалы для кухонных столешниц. Первое, ЛДСП. Самый плохой материал, самый дешевый. Все российское и китайское ЛДСП это кошмар. Когда-нибудь его края точно начнут отдираться, что-то разбухнет. Ведь если кромка хотя бы чуть-чуть отойдет, и туда попадет хоть капля влаги, то этот материал начинает разбухать. В отличие от ЛДСП, столешницы из массива или из шпанированного МДФ намного-намного долговечнее. Как я уже говорила неоднократно, в случае с деревом все решает обработка, ну и порода древесины. Если это твердое дерево, к примеру, дуб, в грамотной влагостойкой обработке и износостойкой, чтобы она там не раскололась, не чтобы не остались царапины, если вы случайно порежете что-нибудь прямо на столешнице, то ничего плохого не произойдет. Качественное дерево вполне подходит для кухни. Чудесный материал для кухонных столешниц это искусственный камень. У него есть большое количество отделок, оттенков, скрапинками, с крошкой или просто гладких. Этот материал относительно недорогой, может быть любой формы, стыкуется так, что швы заделываются, их вообще не видно. И даже если вы чуть-чуть столешницу из искусственного камня покоцаете, то ее можно очень легко шлифануть по месту. Кварцевый агломерат. Это наполовину натуральный материал, который по свойствам очень похож на гранит. И кварц прекрасен тем, что на него даже, в принципе, горячую сковородку можно поставить, ему особо ничего не будет. На нем можно резать, об него можно разбивать яйца и, не знаю, колотить мешок с льдом, чтобы лед нормально раскололся на кусочки. И у кварца очень много красивых разных цветов, отделок, более или менее блестящих или однотонных, в разных оттенках. Кварцевый агломерат это пусть и не дешевая, но безумно стильная и практичная столешница. Еще можно сделать столешницу из гранита, из специального стекла ударопрочного, из бетона, из нержавейки, из плитки. И это даже не конец. И самое главное, никогда не забывайте продумывать стык столешницы с партуком, без щелей и без ужасного уродливого бортика. Классные фишки для кухни. Если вы хотите услышать про нестандартную и удобную бытовую технику, на эту тему у меня есть отдельный ролик. Его можно посмотреть вот там или по ссылочке под видео. Отдельно я хочу обратить внимание на фильтр и на измельчитель. Я считаю, что фильтр для питьевой воды это must-have. Вот эти всякие какие-то кулеры, бесконечные бутылки, это прошлый, позапрошлый век. Рынок предлагает огромное количество фильтров, начиная от каких-то самых простых за 10 тысяч рублей, и заканчивая сложными, которые воду ионизируют, добавляют ей какие-то различные вещества и так далее, и так далее. Выбирайте фильтр на свой вкус, и вам никогда больше не придется покупать питьевую воду в бутылках. Ну а измельчитель это удобно. Вы режете там, например, что-то на салат и просто скидываете очистки в раковину, где они перемалываются и отправляются в канализацию. Ну и помимо этого измельчитель это безумно экологично. Ну и последнее я сделала классную подборку необычных и очень красивых решений кухни, которые вы можете при желании повторить у себя дома. Ловите картинки для вдохновения. Ну что, друзья, теперь вы знаете все самые главные правила по дизайну и планированию кухни, которые сделают ее действительно крутой. И, кстати, у меня на канале уже есть видео про главные ошибки в ремонте кухни. Посмотри его, если хочешь, чтобы твоя кухня была идеальна. И не забывай ставить лайк и подпишись на мой канал, потому что ты обязательно вспомнишь обо мне, Татьяне Безверхой, когда придет пора делать дизайн и ремонт. На связи, пока!